В Беларуси отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация. Активно продолжается вакцинация. 20% населения уже привито, в планах не менее 40%. Однако в январе-феврале ожидается подъем заболеваемости гриппом. К сезону простуд готовы поликлиники и аптеки, оснащены всем необходимым. По-прежнему циркулирует омикрон, новых штаммов не выявлено. Правительство планирует внести изменения в законодательство. Одним из нововведений будет расширение источника формирования кредитной истории. Это позволит более точно определять платежеспособность физлиц. Также станет возможным установить запрет на предоставление долгового отчета в случае совершения мошенничества или подозрения в нем. Стоимость стоматологических процедур снизится почти на 50%. Постановление предусматривает ряд услуг, на которые установлены новые тарифы. Ценник удаления молочного зуба станет меньше на 33% и будет чуть больше 85 рублей. Лечение среднего кариеса обойдется 86 вместо 163. Лучшие образцы белорусской продовольственной продукции представлены на выставке в Ташкенте. Рынок Узбекистана – важное направление для развития экспорта. Только мясо покупают на полмиллиона долларов. Главная задача для наших производителей – основательно познакомить посетителей и выставок с ассортиментом продуктов и провести переговоры. Определен график работы и отдыха в 2024. Постановление уже подписано. В следующем году перенос рабочих дней предусмотрен с 13 на 18 мая, а также с 8 на 16 ноября. Такие сдвиги обеспечат по 4 дня выходных подряд. К слову, лишние праздничные дни в следующие 12 месяцев выпадают на будни.